Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша махарская девочка волшебница Невермора, возвращаемся, да, сюда, в большой купол, мозговой купол, и мы должны отправиться, если правильно помню, в запретную зону, максимально уже сказал. Да, нужно зайти в купол в запретную зону, и я немножко пошаробинился по всяким окрестностям, пособирал всякое нужное и ненужное, чтобы мы туда могли зайти в нормальном относительном состоянии. Да, менты от нас отлетели, мы сейчас их переедим снова. Балкон большой горы, оттуда проще всего тпшнуться, ибо внизу наступило очень много скорпионов, которых здесь не было, но стало очень много, лоботомитов тоже повлазило, поэтому чё? Где у нас меточка стоит? Нам вон туда нужно. А сейчас будет грустно, грустно, ещё раз грустно, но вроде должны сдержить. Итак, вход в купол закрытную зону мы не знаем, но мы знаем северный туннель, из которого мы видим чё? Правильно, он толпень скорпионов. Единственное, что я не нашёл, это чпока, чтобы у нас была точная попадашенька. Ах, да-да-да, деточка, да-да-да-да-да-да-да. Вот ты беда, пичак. Попробуем по красоте. По красоте не получается, тогда попробуем по уму. Хотя, кого обманываю, ума тоже нету. Здравствуй, Бафутик. Здравствуй, Психа, здравствуй, ментатиков. Плевать нам, зависимых потом с ней. Стимуляторы немножко есть. Кстати, а броня нас лечит? А броня нас лечит. А мы должны взять другое оружие. Звуковый эмиттер у нас с Лайм Гебрила. О, имбульсный грант, слушайте, а чё я раньше не её зашенькал? О, опс. Вы ж подлинные роботические-роботические, на вас должно действовать. А вот чё-то как-то незаметно, чтобы действовало. Вот, Лайм Гебрила. Тюч. О, батюшка, знаете, стала глушить посильнее. Нет, конечно, прям совсем хорошо глушить, но посильнее, чем было. Но грёбанная штат толпа просто тонна их. Марк 3Б даже вылазил-то, засрание. Так, я вас понял, я вас понял, стимуляторы броня почему-то запомочь нам не захотела. Стимулятор Нези, она такая, да, не, не буду я тебя лечить. Окей, Дези, так, уйди. Подлина. Да ну за минус один, сержант. У нас патронов миллион, но это же не значит, что мы их должны все... Ох, ты ж столько их там в бану вылазил-то, а, ну что ж. Так, насчёство, насчёство бьют и будут правы вообще. Минус один. Минус один. О, уже поменьше. Я так чувствую, что придётся ещё раз идти в заход по стимпакам. Так, твари, давайте вы ко мне, а не я к вам. Это реально неудобно. Один сзади подползает. Не, ну а ещё, ничего святого нет. Давай-давай, сейчас накидаю стимуляторами. Пум-пум. Могу даже рикошет делать. Хотя, рикошет лучше делать во время потраченных очков действия, ну ладно. Винт нужно было найти, но винт тачит как-то особо-не особо. Поэтому вдохните 500 миллионов раз. Позорное. Вот, 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 вот. Глушим, глушим подверг. Глушим, 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 глушим. Минус один, плюс один. До свидания. О, и купол за бредной зоной почти расчистили. И что? Я тебе порешаю. Я тебе в лицо порешаю, представь. Всё. До свидания. Глупый вопрос. Есть ли у тебя... Микроядерная батарея, скорее всего, нету, да? Жаль, печаль, боль, всё такое. Зато энергии до чёрта лысого. Если с дюжином по стимуляторам, будет всё хорошо. Так, плюс ещё двое. Да фига ли вы тут понавалазили, ну серьёзно. Сейчас так, застрейфлю. Да, вход в купол за бредной зоной. Мы тебя нашли. Уди, 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 уди. Подлина. Я не хочу возвращаться в купол, большой купол. И лечить ноженьки-рышеньки. Энергобатаречка. Да, на кой чёрт я ядерное беру? Во, вроде зашёл. А здесь чё? Дверь Х-2, Х-42, лаборатория боевых роботов. Было мало то, что есть, но нам показывают, что прям туда и нужно. Инфушка, скажи, пожалуйста, да, да. Прямо, наверняка, да? Ну, я на полшишечки посмотрю, что здесь вообще есть такое. Я уверена, что никто никогда не был так не заметен, как я. Ммм, ну, скорее всего, здесь будет ещё... Тоже просто скорбёжки и выход... Куда это выход? Ну, нельзя просто взять и пойти и сразу порешать главный квест. А это выход туда, где мы уже были. Ну, почти были. Слёвский центр Y-0. Не стойте на зелёных трубах. Если вы стоите на зелёных трубах, немедленно сойдите. Я боюсь спросить. Патрушки забираем. Патрушки забираем. И вниз я не полезу, не уговаривайте. Там ничего нету. Судя по клеткам, тут тоже были какие-то монстры. Это нифига не весело. По красоте. Ой, ментатики. Наркоманы здесь закладочки делали вообще везде. Ментатики. Вот, теперь можно загружаться в X-42. Красненькая, красивая. И двери, ну так, для сравнения, наш рост и рост дверей. Заставляет задуматься о размерах того, что будет... А что, будет хуже, что ли? Я думаю, что хуже не будет. Кашкалас еще заюзаем. И пару бафутов сверху. Каким самым нагашенным ч... Что-то еще может быть такое. Слушайте, не зря мы тратили время и качались. Ну, я имею в виду в плане вот этого нашего звукового эмиттера. Обыскать гигантский робоскорпион. А у него есть базовый лаер, который мы разберем на запчасти. Да, я это иногда делаю. А то в комментариях пишут, что он never не умеет, а еще все такое. Виолетный плоскостный ускоритель у нас как бы свой есть, но возьмем. Сенсорные модули нам не нужны, энергобатареи возьмем. Усиленный заряд вообще хороша. Откуда электроники, металл, он потом пойдет на крафт. Поэтому никогда. А во что нам нужно воткнуться? Да, и почему здесь протектроны в закрытых этих капсулах своих? Энергобатареи. Почему я не удивлен? Он в столбе, это хорошо. Ученый с аспортивной сумкой. У-у-у, да, еще бафутики. Радексы батарички. Грустная его история. Ему сказали, посиди, подожди здесь. Пароль у терминала аварийного отключения. Ммм, так чем можно было его не взрывать, то большой скорпион, а не? Кто знал, кто знал. А терминал он вон стоит, да? Запишем себе в зачет, что мы такие молодцы. Порешали большого скорпиона. Терминал управления роботами. Испытание гигантского робот скорпиона... С... А турнитовой броней гигантский робот скорпион передошел все ожидания. Ну, почти все. Огонь из любого легкого оружия выдерживает без последствий, но патресно выстрелил в него из звукового эмиттера, и жег несколько подсистем. Вот. И не умом же Невер дошел, что нужно гадеть из этого звукового эмиттера. Просто везение. Для следующей модели она будет продумать защиту от Эми. Теперь хорошие новости. Новый атомный лазер-прототипа ведет себя превосходно. Хотя после разряда наблюдаются некоторые остаточные радиации, так что следует заказать дополнительные костюмы. Радиационная защита, само забывая, и медикаменты на всякий случай. А эффективность при цели роботов? После всех усовершенствований, гадский робот-скорпион стал настолько эффективен, что модели протоктронов, которые мы используем в качестве вражеских коммунистических войск, не представляют для него абсолютно никакой опасности. Они лишь отвлекающий фактор, не более того. Значит, что тронет радует больше всего. Что здесь нет опции перезапустить гребаный тест Большого Скорпиона. А то мы могли бы. Большая гора нет. А, в смысле, а чё? А там был другой выход? Или я так резко ворвал, что даже не заметил? Я так резко ворвал, что даже не заметил. Однако, интересно. Когда он с кошка глаз поройдёт? А то внецветности даже не текало. Не то, не то, не то. Даже бы точные крышки не собираем. Нам нужно что-то интересное, красивое, весёлое. Моцное и военное. О, антираденчик. Здравствуй, родная. Тебя мы взяли, тебя мы взяли, тебя взяли. Тебя взяли, тебя взяли. А это чё такое? Кружечка. Ууу, возьмём роботу, отдадим. Мелком, который кружку любит. Кружочка, Турай. Так, мне кажется, или там кто-то сидит. Да ну нафиг, там не может никто сидеть. Хотя турели как бы намекают, что что-то должно быть. О! Разглючила. Здравствуй, родная. Да кто-то чё, по красоте, и всё. Турелька, слушай, а тебя можно было в зла? Нельзя. Хотя тебя в противофазе глючит. О, окей. И кто-то... А, там никто не сидел, это не башка была, это фотоаппарат был. Глюки, глюки, глюченькие. Есть такой, есть такой. Эч, 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 нежно. Что ты думаешь, Кютер, доктор Клайн или доктор Борос? Мы всё ещё идём не туда. Но если там закрытая дверь, кстати, с такой дальности вгасит. Да, вгасила. А, нет, не в обе. Заметьте. У неё есть определённая дальность. Вот, чем хотели. Аудиозапись Робоскорпион Мёбиуса. А вот, давайте почитаем, послушаем. Разная инфушечка, разная-разная, Робоскорпион Мёбиуса. Вы нашли рекалибровочный файл для звукового эмиттера. Отнесите его к музыкальному автомату в умном доме, чтобы провести рекалибровку эмиттера и получить новые эффекты. А, я думал, нам сейчас расскажут эту интересную историю, как должно было сперва рекалибровать эмиттера, а потом поиметь Большого Скорпиона. Мы это сделали заранее, не знаю, чего. О, закладочка. Ну что же, мы молодцы. Микроядерная батарея, наконец-то. Четыре мало, но что есть. И ещё три. И лаер, ещё один. Микрояд возьмём в большом количестве. А всё остальное забьём. А там мы были, там мы были, там мы тоже были. Значит, нам там ничего не нужно. Окей, тогда по меточке идём. Купол в запретной зоне. Похоже на купол, где эти все мозолеки сидят наши. Здрасте. Тут чё-то рычит. И мне это нифига не нравится. А ещё он там большой робот ставит. И мне это тоже нифига не нравится. А ещё фонарик не вылечил. Но это поправим. А чиним сами, спасибо большое. Да, это огромный робот, который без башки. Робо-мозг. О, здрасте, это мне к вам, шо ли? Да, здрасте, дедактор Мебиус. А, чё, здрасте, вы? Ты или вы здесь не так ли, да? Прошу прощения, в наши дни так трудно сказать наверняка. Мы как будто знакомы. А, дай попробую догадаться, ты, наверное, за своим мозгом. А, вон он совсем рядом. Такой качественный мозг, молодой, талантливый. Заметьте, не я это сказал о себе. А, чё, трудно разглядеть. Не может ли ты встать в поле беззрения моего левого, а то есть правого видеодачка? Да-да, вот так, теперь ты Фокси, спасибо. А, так лучше? У меня проблемы со зрением глубины из-за этого старого монитора. Он недавно перегорел. Ну, что поделаешь, старость. Надо его переподключить вниз глазные нервы, а то правый глаз видит всякие неправильные вещи. Летающие черепахи были хуже всего. Ментачка хочешь? А, спасибо. Ммм, обожаю ментачки. У, смертки, умненькие. У меня возникает столько потрясающих научно-поммулярных идей, когда эти таблеточки циркулируют в моем биогеле. Правда, я их быстро забываю, особенно когда у меня бывает мозговой забор данных. Боюсь, как бы двоичные потоки не разнесли мне шасси. Пришлось записывать уравнение на полу и на стенах купола. А теперь совсем запутался, где ножи начинаются и заканчиваются. Ммм. Ты не похож на злодей вообще, нифига. Да, правда. Это подразумевает наличие теории и гипотез об этой встрече. Мне очень интересно, каким я должен был бы, скажем, оказаться для тебя. Если вдруг твой теоретический мертвец окажется лучше, может, имеет смысл провести когнитивную перенастройку. А зачем ты украл мой мозг? Ру, по целому ряду причин. Ты настоящий абдомен. Феномен? В смысле, это особенная личность, как мэр Киева. И я не имел в виду, а, нет, не как мэр Киева все-таки. А видишь ли ты самый удачный случай извлечения мозга за историю работы на вашей карьере? Можно сказать, жертва собственного успеха. Если ты вернешься с теми знаниями о операции, что хранит твой мозг, тогда... Твой мозг, может быть, и плантировать обратно. И ты сможешь выйти. Ну, нельзя, чтобы мозги гуляли сами по себе. А тогда мне нужен мой мозг, чтобы уйти отсюда. Ну так, обращу к армональному поведению в чистом виде. Борьба или бегство, да? Не просто вырезать это до конца. Твой мозг здесь полный безопасности. Мы болтаем с ним за ментачками. Тогда верни мне мой мозг. А зачем? Тебе без него неплохо. И, кстати, еще вопросик. А хочет ли он сам к тебе вернуться? Вот ты спроси его. Он у тебя весьма независим. Имеет свое мнение по всем вопросам. А знаешь что? А как твой мозг решить, так и будет. Если захочет вернуться к тебе, хорошо. Если нет, ну что ж, будем уважать его желания. Ясно, понятно. Можем убить его, но это ни на что не повлияет. Не-не, не ожидать. Где мой мозг? Где мой мозг? Контейнер с мозгом. Во, вот это мой мозг, да? Что за звуки такие? Так, так, так. Посмотрите, кто завелся к нам с высшенных пустошей. И где-то мы околачивались, а? Опять поздали по лужам радиоактивной грязи. Почему у моего мозга такой странный мужской голосом и девочкой? В завредной зоне попробуй найти сензатор речи с женским голосом. Резаворозные обеспечения мозгов, знаешь ли, не растут на деревьях. Пришлось брать то, что было. Так ты, значит, сам мой мозг, да? На вид большой. В нашей черепушке только места нету. О, как здорово, догадались. Возьми с полки пирожок. Каким образом Мобиус тебя получил? Он как-то мозговой центр взлёг меня из твоего тела. Мозги принялись переругиваться. Вы про нас с тобой не кто-то, но я совершенно забыли. Доктор Мобиус решил, что получить меня будет ему выгодно. И приказал переправить меня в его купол. Крайне маловероятное совпадение. Едва ли. Доктор Мобиус внимательно следит за всем, что происходит в разговорном центре. Как только он увидел такую возможность, он ей воспользовался. Не, ну они отбитые все мозги, но он на ментатах сидит просто постоянно. Как ему это удалось? Не знаю. Больше травмы нашей разлуки буквально в смысле решили мять чувств. Я пришёл в себя уже в этом резервуаре. Но я абсолютно уверен, что он сделал что-то очень-очень научное. Ладно, тогда перейдём к другому. Это странно, я зайду позже. В смысле позже? В смысле позже? Погодите, погодите, погодите. А что он за заданец-то? Заберите свой мозг с запретной зоны. Мозг, у нас как бы-то дел такой к тебе. Ну, на полшишечки. А вернуться-то как? По-моему, мозг нам не хочет. Слушай, мозг, а почему ты такая сволочь к нам не хочешь? Ай, тебе тоже здрасте, привет. Я, значит, сволочь. Это я, что ли, подлазь по пусочкам дерьмо в проруби? Это я, что ли, заставляю нас ползать по ним этим древним убежищем и топтать в Нью-Вегас? Загадать не с разной местью? А кто нарвался на пулю в черепе и безымянную могилу? Думаешь, мне понравилось? А-а-а, ну ты чё, это ж было классно. Классно? Классно? Аллех, ты что, классно? Арахит? Асепсис? Жить не могу без сепсиса, да. Ты взоряешь на своем тело всякую гадость на грани суицида. Я ору на тебя изо всех сил, а ты за твоими гормонами не услышишь. Ну ты разве не хочешь ко мне вернуться? Мне казалось, что ты будешь счастлив снова поселиться в моей голове. Не буду лгать, эта перспектива меня отнюдь не удушевляет. Посмотри на вопрос с моей точки зрения. Здесь тихо, мирно, безопасно. Ну разве что скорпиончик обявится за влучши. А в твоей голове что меня ждет? Яд, радиоция, кошмарные раны, отравления. Ты хоть знаешь, сколько всего будет успе... Успе... Успеешься, если не будешь искать, где помощиться. Но ведь изи хорошая, слушай. Прокладывай ветерок на лице, запах вкусной еды, любовь, которую из всего перечисленного мы не найдем на этой пустоши. Гипертрофирована биологическая связь, поверь. Ты это чувствуешь же потому, что твоя плоть переполнена гормонами. С другой стороны, твои чувства вызваны всего лишь отсутствием тех самых гормонов, не так ли? Хм... Пожалуй, так и есть. Да, имеет смысл задуматься над... Обоснованностью. А значит, мы в тупике. Ты не можешь чувствовать, как я, я не умею думать, как ты. И правда. И как же нам решить эту задачку? Думаю, стоит признать, что по одиночке мы слабее и уязвимее, чем вместе. Будем доверять друг другу. Да, пожалуй, в этом есть некоторый смысл, если вероятность реинтеграции поможет, улучшить уровень синергии между нами. Так что, мозг, пойдем навстречу жопной опасности? Ну, пожалуй, соглашусь. Я вернусь тебе в это тело, если это окончательное решение. Но тут у нас есть проблемка. Если даже я смогу усествовать о челепе и подсоединить все нервные окончания у доктора Мобиуса, нет нужных инструментов. Пришлось использовать лабораторию доктора Клейна и сомневаюсь, что мозги пойдут нам навстречу. Но они же обещали, неужели не соврали нам? И ты веришь им? Серьезно? Да, да, я знаю. В последнее время тебе не хватало моих советов, но чтобы настолько тупым быть, да? Как только я поду к ним в лапы, они идут в способ выбраться за радарный забор и вся маха в основной тупи-поечнице. Это еще предположение, что никто из них не захочет завладеть твоим телом и вживить в него собственный мозг. Ты честь меня. Я знаю, тебе этого хочется не больше, чем мне. Ну, пожалуй, я тоже тоскую по эндорфиновому кайфу после спасения мира. Ладно, какой твой план? Если мозговой центр не сдержит свое слово, мы его заставим. Пошли? Да, пожалуй, пошли. Берегись, мозговый центр. Мозг вышел из банки на трупы войны. Я полагаю, теперь, когда мы вместе, имеет смысл твои тела с остальные органы тоже забрать, которые изъял этот мозговый центр. Лично я думаю, что заменитель я зачитал лучше, но теперь, когда я с тобой, автотокумного дома, выпадет реимплантацию без проблем. Ну, пошли. Калий нас ждет неприятный сюрприз, когда он обнаружит, что после моего умиротворения не действует на поле умиротворения, не действует на мозг. Сдается мне. Что, а на кой нам возвращать ухудшенные небионические версии своих органов, если у нас есть уже хорошее? Такой черт на позвоночник, да? У вас металлические крутые. А не-не-не-не-не-не-не. Так, мозг мы забрали, мозг мы забрали. Итого, задание. Нам нужно, чеууу, разбраться с доктором Клейна в мозговом центре и покончиться своим заключением в Большой Горе. А Мюбиус, ты мне ничего не хочешь сказать, нет? Мюбиус? Мюбиус? Я уж боялся, что убежу куда-то. О, вы с вашим мозгом достигли компромисса Как отрадно Я предполагаю, что после тех оскорбленных частот, которые приняли мои рецепторы Такое решение касательно партнерства было бы далеко от математического ожидания А мой мозг сказал мне, что мозговой центр нужно остановить И что ты можешь мне в этом помочь, Телем А если мне не изменяет память, у меня был план, который работал Забыл, что за план, конечно Не думай, что он осуществился Если появился существой, я бы запомнил Я не хотел их убивать, только уберечь от неприятностей Ну что же за план-то был? Он склерот чертов на полу, что ли, записал? Так какой был твой план? Он, вернее, как гениален И избычно усложнен Возможно, я уже изложил его тебе и забыл Я забыл, что забыл про карандаши, когда вдруг не нашел один Хорошо, есть ли способ остановить их, не прибегая к насилию? Ну, можешь попытаться воззвать человеческого в них Это избитая клиша Да и, честно говоря, люди, они были не особенно хорошие И как же заставить их передумать? Ну, они очень многое забыли, сидя в своих банках Дружбу, азарт, открытие Любовь, фанонизм, конечно же Ну, стандартный набор По коем случае, с твоим мозгом, я уверен, в каждом из них можно что-то пробудить Наши воспоминания, гормоны Как заметил мудрый человек, глазам дано не только видеть Заставь их видеть, если можешь А если нет, ты всегда можешь их запугать У меня это отлично работало какое-то время А если быть точным, до твоего появления Твоя храбрость и отчаяние ко мне на ко мне не остали от этой идеи Ночи назад к чертежной доске Или это конец? Трудно сказать Запугать их и как же Ну, скажи им, что я до сих пор жив Мы мило побеседовали и кое о чем договорились Это же правда, да? Или можешь убить меня и соврать В любом случае, будет интересно А если ты питаешь слабость к лжи и отману Что ж, можешь выдумать какую-нибудь невероятную ложь Чем не лепить, тем лучше по моему опту Они крайне легковерны, как я скажу Если будешь рассказывать обо мне, пожалуйста, пиши мне с хорошей стороны В конце концов, я доктор Мёбиус Не какой-нибудь заданюханный лаборант Слушай, я могу починить твой монитор, но если у тебя... Паразитарные наводки призраки, то могу это исправить Короче, я могу тебе поправить биографию немножко А чё, призраки не реали? Так это ж меняет всё Я смогу освободить вычислительную мощь для других невозможных восприятий Пожалуйста, вот приёмчик вот Переключатель настройки, покруди его куда нужно О, получше О, даже лучше, чем после полудина ментатик Слушай, ты вроде не агрессивна На кой черт угрожаешься в мозговом центре? О, наверное, тогда наглотался психо Надо было вести себя в такое состояние Обычно я не агрессивен, но если агрессивен, то берегись Сколько химикатов, сколько фариаций Принимаешь мента, ты чувствуешь, как корпус дышит Такое большое, сферическое, лёгкое А психо вообще дачки перепутывает А я, знаешь, не буду тебя убивать Не, он отбитый, но... Даже на ментатичен он вроде как-то Более актуален, чем у товарища из мозгового центра Поэтому сходим, попытаемся заболтать Чё за место? Дырка Ой, я... Здравствуй, психо Не, ну чисто интерес удля, можно пробежаться и посмотреть Ох, ты же, этический ты, траверсы Вот это мы удачно зашли Прямо вообще удачно зашли Матерь всех закладок Если сами не ЗЗМ, продадим кому-нибудь Чуть-чуть, нам всё да не надо Электроника нам не надо Я даже не спрашиваю, как он их себе вводит, в какое место Уууу, это, наверное, те, которые они были когда-то Коточка Но я был уверен, что один из них был женщиной А тут Пятеро мужчин и китаец Что довольно странно Окей Едем дальше Едем глубже Дырка не последняя И ещё один тостер А Отдать тостер тостеру? Да, не, обойдёмся Броня сказал, что нас, что-то За нами что-то наблюдает Это смущает, потому что это опасно Топорик И чё там такое Энергобатареи бесполезны Самое обидное, что вопрос с скорпионами не решился А уж, здрасте, здрасте Ещё один лаер Обойдёмся Микроядерное Ох, как я вас как буженьку искал Спасибо Ещё две дверки И в большой купол, большую гору Топорище, топорище Истощённый микрояд Это нам не надо Это нам не надо Это нам Вот это надо, не надо Истощёнка в лу Мидэкс нужен Очищенная вода тоже Давай, последняя дверечка Что с фонариком, что без фонарика одинаково? Католичность кашкафы От F до J От K до Q От O до E Детка, понимаю, что Ничего хорошего здесь не будет Кроме буквы Z Ладно А ну чё, мозговой траст Готовь свои мозговые булки Сейчас будет Очень больно и без вазелина Жаль, что у него выход на балкон нет Было бы попроще Так, всё Скорпионы Вот тот скерой Всякое разное Нет Страншатурели не включили О, мы здесь не были, слушайте Антирадинчик Бухлишко Чё-то написано Терминал аварийного отключения Заметка Об аварийном отключении После единственного случая Когда программа Атака гигантского скорпиона Дала сбой Начальство реказало Установить для него Систему аварийного отключения Она установлена Будем надеяться Что использовать её Не придётся Опытный образец Рискует перегореть И мы будем Склоняться без дефекар Короче, понятно У скорпиона Ещё и аварийная отключаха была Чего Невер То уже не увидел Шикарно Так, левая или правая Правая или левая Слушайте, а здесь мы тоже Тогда не были, получается Ну раз Чтобы не возвращаться Хотя бы в эту локацию Я и так уверен Что половину всего пропустил Хорошего Ну, хотя бы Вот эту одну маленькую Боеприпасики Забрали Забрали Да Тут есть компуктер Который заперто Да, мы здесь не были Хм, круто Вейстланд Серьёзно? Вейстланд рядом с гигантским скорпионом Это не пароль? И даже не хэппининс Но дефитинг Пойдите Новая цель Гигантский робоскорпион Здесь можно было Забустить гребаные турели И они порешали бы Скорпиона сами Но нет же Мы же не ищем Легких путей Куда нам? Всё Ноженьки сильно сломаю Упс Было больно, но приятно Ладненько, тогда выбегаем И прям мозговой центр Вживляй свои органы назад Мы не будем, ну, кружочек Драду, родной Да, да, родной Вот, вот Бери кружечку Бери А сладкая, сладкая Болота В душе Я разломаю И для тебя Как быстро Как я смогу Переработать кофейные кружки Тарелки Давай, родной Кружка удалена Два чудо-клея Добавлено Три пустых шприца Добавлено Я извиняюсь Как Просто как Оно без звезды Нам нужно Чё? Нам нужен автодок Автодок Шпи, здравствуй Дополнительных услуг нет У меня нужны твои базовые Обычные Провести медосмотр Исправить всё, что нужно Вот Радиация не страдаем А все остальное Не страдаем Вопрос такой Разберитесь С доктором Клейном В мозговом центре И покончите Со своим заключением В ваших горет Да, то есть Нам самим мозг Всталять не нужно Окей Тогда Где наша Любимая дверка Тэнк-тэнк Вот сюда Доктор Клейн Ждёт вас Вы должны быть готовы Решить вопрос Раз и навсегда Да уж Куда уж Навсегда У них даже Красный свет горит Здравствуй, Клейн Лоба Возвращаются Наш Лоботомит Доктор Бебес Уже разложен Вражен запчастями Толома Как вы тут надеялись А знаешь что Мой мозг терюминя И у меня Теперь счётец Тебе тоже есть Рекомендую Низвод Соберя на мной Лоботомит Твой мозг Значит Да уж Сюда И мы снова Его извлечём А пойдёшь Ты без моего мозга Знаешь ли Но мы с тобой Кое-что обсудим И что нам стало Суждать Интересно Может быть у тебя Технология у нас То, что следует Делать Это сдаться Получив его Мы сможем Наконец-то Выбраться Отсюда Ты не представляешь Как тут тоскливо И дети Перелопачивают Ландшафт А мы хотим Задать Твоему мозгу Столько вопросов Насчёт Этой Какую Мохаби Какой идеальный Полигон Для наших Экспериментов Ты чё Думаешь Я Лоботомит Да нет Конечно Мой череп Вмещает Мой могучий Мозг Мёбиуса Это Самое Безумное Что я Слышал В жизни Мёбиус Никак не мог Удиться От того Чтобы войти В тебя Кроме того Это просто Невозможно Существить Это Немыслимо Ммм Да Чувак На у меня Наука Наук На сотку Прокачена Поэтому Вот Для науки Нет ничего Невозможного Мездоны Лазер Атомные Мозговые Волны Все Они Покорны Мне Ты говоришь Правду Врятся ДТВЛ В твоем Голосе Да Это Мёбиус Как Смеешь Ты Влаус Мозговой Центр И Что Небе Здесь Нужно Ммм Давай Так Вы Стоитесь Здесь Сидите Тихо И Он То есть В смысле Я Позволю Вам Жить Сделки Не Будет За Этим Кратором Целый Мир Полный Идеи Возможностей Мы Могли Выбежать Жить Его Своими Глазами Рецепторами То есть Исследовать И Прощупать Ммм Тогда Я Скажу Что Я Разрешаю Тебе Так Поступить Ради Меня Ставь Твоим Партнером И Моего Врага Соперника Моего Самого Яртого Критика Я Чувствую Странное Ощущение Что Мне Это Нравится Так Необычно Ну Хорошо Партнер Мозговой Центр Твоему Слугу Если Ты Нас Не Уничтожь Та С чем То И Че Че Вот Как То Мы Слишком Это Покиньте Мозговой Центр Че Вот Как То Прям Грустно Прям Стало Сразу Да Ити Шты Колотишь Серьезно Замок На 85 Не Взломался Единственное Место Которое Было Интересно Здесь И Не Взломалось Собаки Вы Барабаки Да Не Ну По факту Покиньте Мозговой Центр Серьезно Что Так Просто Взял И Ушел А На Местности Да На Местности Можно Выйти Так Там Мозги На Базу Кто Жулять Будет Я Как Бы Не Город Но Все Живут В Отдельных Комнах Слушайте Красивое Такое У У Нас Адметан Отпустило Бафут Тоже Сейчас Станем Заглючим И Все Что Они Делают Две Точки Кстати Там Были Плюшевые Мишки Я Понял Кто Проводил Педоверские Эксперименты Здесь Это Еще Нифига Не Радует Ну Ладно Кинуть Так Покинуть Предположим Только Предположим Что Мы Тебя Покидаем Левая Или Правая Обезраз Обезраз Давай В Умный Дом И Как До Великой Войны В 23 Столетии Большая Гора Или Большая Дыра Стала Дом Для Одного Из Ярчайших Умов Современности Курьер Курьер Стал Ее Куратором Он Оберегал Ее Заботил Саню Хранил Ее Открытие Втайне До тех Пор Пока Не Открывалась Возможность Поставить На Злужбу Людям В конце Концов Большую Гору Затем Построили Не Как Храм Науки Но Как Место Где Родится Будущее Рода Человеческого Курьер Облазил Большую Часть Большой Горы Хотя В недрах Крат Раслал Еще Немало Секретов Возможно И к Лучшему Любопытно Присем Обили Возможно Оград Все Штука Опасная Доктор Меопис Продолжал Свои Следования Запретной Зоне Довольный Результатами Улучшения Скорпионов Он пытался Сделать То же Самое С людьми Но Без Особого Успеха Неудачи Впрочем Не Слишком Беспокоили Как Только Ментаты Перестали Действовать Он Забыл Что У него Ничего Не Получалось В конце Концов Талантливый Юный Мозг Навестивший Его Запретной Зоне Уже Превзошел В ожидании Умный Том Бурлил Жизнь Как Небольшой Городок Говорю Кто-то Щебетал Спорил Переругивался Тем Немене Бумно Удом Царил Лад И Интересы Нового Владельца Были Превыше Всего Центральный Логический Модуль Вопреки Собственного Опасения Вынарушил Что Другие Личностные Модули Приносят В его Жизнь Чувства Радостной Общности Биологическая Стан Содержимая Идея Засевать Все Вокруг Убросила Переводе Ботанические Сады 22 Чтобы Как бы Выразилось Чувственно Осеменять Симпатичные Очертания Сад Ответил Дежливым Отказом За ее Что Не изменит Убежищу Которым Помог Заразить Еще До Войны А Он Че Книга Превник Сносложием Иничтожал Крамолу Бага Однажды Не подавился Скрепкой Он Ярно Доказывал Что Скрепка Бала Китайская И что Все Тщательно Подготовлены Погушения На его Жизнь После Этого Звон Стал Работать Медленнее Читательно Оценив Каждый Документ И Планшет Повавший К нему Впасть Кнопки Выключения Света Так Продолжили Мерцать И Переругиваться Это Продолжилось До Сих пор Пока Кто-то Не Обронил Вум На Дое Фонарик И Кнопки Тут же Объединились В своей Ненависти К Выскочке Раковина Продолжла Яростно Отпывать Всю Грязь До Которой Могла Дотянуться В конце Конца Она Подчинилась Себе В Магнитно Гидравлический Комплекс Едва Не Затопила Всю Большую Гору Таясь Отмыть Весь Кратер Тостер Маньяк Поплодал Локоть Цена Все Бодовые Приборы В сфере Досягаемости Расщелиняя Их На Запчасти Откуда Электроники Но Однажды После Очередного Садистского Припадка У остальных Живлечен Тюмного Дома Ловно Терпение Они Утопили Тостер В ванне Шипя Плес Искрами Тостер Поклялся Что враги Еще Пожале Ктосодеянным Когда Кружок Посвятил Всего Себя Коллекционированию Кружек Пока Поиски Не завели Его В ловушку Поселок Хиггса Это могло Быть Стать Печальным Концом Для Велого Кружка Но Он Прожил Остаток Жизни Спокойно И Счастливо Наводя Порядок На Кухне Профессор У Пангового Центра Осташусь Со Времен Человеческих Жизней Кроме Кухни Доктора О Его дом Кружок Демонстративно Не убирал Что Заказать Тамошние Чашки Тарелки На Службу Тирану В конце Концов Слепой Диод Джефферсон Познал Новый Аккорд Тишину Она Была Прекрасна Она Наполняла Его Блюзовой Печалью Как Ничто Иное Другие Личности Поговаривали Что У Него Был Романчик С Кнопкой Выключения Выключения Света Он Постоянно Зывал Хевина И Кончилось Тем Что Обе Кнопки В Наказание Заставили Его В Темноте Автодок Снова И Снова Зашивал Курьера Бережно И Методично Чтобы Те Места Где Кошь Нарвалась И Чрезмерного Износа Старый Ром Был Счастлив Снова Обрести Смысл Жизни Он Слышал Что Его Меньшие Братья И Сестры Попавшие С Яром Адро Волками Вылили От Скуки В этом Ядовитом Мертвом Городе Со Временем Автодок Придумал Как Отключить Мобильные Травмокостюмы И И Освободил Трупы Несчастных Из Двухсотлетнего Задачения Наблюдая За курьером Компьютеры Х8 Каждый раз Анализировали Все движения Подопытного В конце концов Собрав достаточно Данных Они обнаружили Что подобный Едва представляет Что такое Коммунизм Равно Как и Средняя Школа Оправившись В удивление Компьютеры Поняли Так Исследование Увенчалось Успехом Поэтому Они Перепрограммировали Свои киберсобак И выпустили На пункташи Защищать Поселенцев От вооруженных Нападений А не Пропаганды Комми Программа Инфильтрации X13 Улучшала И улучшала Столбране И не достигла Предела Своих возможностей Ее Охватила Сладкая Теплая Дрема Очнувшись Она Обнаружила Что С броня Ушла Не оставив Даже записки На подушке Поэтому Программа Отправила Рабу мозгу Искать Блудную Технику На пустоши В конце концов Она обнаружила Рэпкон И установила Там Новый Исследователь Центр Тестируя И убивая Чертей Которые Регулярно Пытались Став Ломиться Киберсобачка По кличке Рокси Сидела И ждала В конце Программа Мозг самому себе Он может Зажить Собственной Жизнью А мозг у курьера Был умнее Многих Доктор Клейн И его коллеги По мозговому центру Так и жили На Большой Гаре Они пребывали В цикле Ежедневной рутины Не подозревая В внешнем мире Или возможно Дело Неподозрения Внешний мир Принадлежал Курьеру И даже Если кто-то И хотел Что-то изменить Курьер Уже застолбил Этот мир Сам собой На пустошах Есть такое выражение Блюз Старого мира Так говорят Про тех Кто настолько Погружен Прошлый Что не видят Настоящего Не говоря уже О будущем Они впереди Застевший взгляд Былое И глаза Их недавно Гасают Жизнь Акруг Проходит Мимо Нетрапливый Поступ Науки Уверенно Ведет Будущее То Что кажется Внезапным Часто Вызревало Годами А то и Веками Почти Незаметно Для глаз Однако После второй Битвы За Адамбу Гувера Выражение Блюз Старого мира Обрело Новый Смысл Вместо Горячей Нотальгии Она стала Означать Оптимистический Взгляд На будущее Многие Уверены Что наука Есть зло Исток Всех Бед И Несчати На свете Но с Курьером Руля Наука Стала Провестником Лучшего Будущего Блюз Старого мира Стал Надеждой Нового И та же Надежда Царила На большой горе Мы могли бы Долго Продолжать Наш рассказ Но истории Большой горы Говорят Сами для себя Вооруженный Трансмута Порталь Курьером Курьер Курьер Смог вернуться В купол В любой момент И продолжить Усследование Тайны Большой горы Умный дом Ждал Пока Курьер Вернется И отрягнется Своих ног Прах Пустыни Махава Осталась Лишь одна Дорога Та Которую Курьеру Представило Пройти В одиночку Мы уже Не безмозглые Что довольно странно Зато у нас есть Большой ум Ваш мозг Вернулся В свое обычное место Но некоторые последствия Применения Высоких технологий Остались Вашу голову По-прежнему Нельзя повредить Но вы всего На 10% Менее подвержены Привыканию Удивительно Но ваш порог Урон увеличился На 10% Вы получили Трансклюкатор Большой горы Он может переносить вас Не только На Махавскую путеше Обратно на Большую гору Но только нас Лично Без партнеров А чтобы вернуться В Махаву Или попасть На Большую гору Из Махавы Просто возьмите Трансклюкатор Щелкни курочками Будет вам счастье Оу Все довольны такие И по-моему Молодец Мы красавчики Ну что Рискнем Вернемся На родную Не столичную Но хотя бы Махавскую И самое главное Че Главное Не пролюбить Момент Оу Новый левел Это мы удачно Зашли А мы там останавливались На чём Оу На бартере Если я не ошибаюсь Вот давайте Бартер дальше будем Вести до конца Восемьдесят один Ещё пара лавлов Будем там Ну и чё Чпунь Ах да В помещении Ж нельзя Вот Приотдели Старенькая Добренькая Доставим Эту пукалку И Вперёдь Чпунь Возвращаемся В то же место К откуда Мы пришли Боже Родная Махавская Пустоша За эти эпизоды Я просто По тебе Соскучился Ну а на тему Тех Скажем так Недоисследованных Лабораторий Которые мы Недоисследовали То Мы к ним Ещё вернёмся Друзья мои Хорошая тема Будешь Чтобы пройти Их на стримах Но пока что Нет Не пауза Я хочу проверить Наш этот Где он есть Вот Эмиттер Вон На тех вот Тварях Которые Геккой И жизнь Не видеть Сюда Тварям Да Во 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 Они почуяли Они почуяли Тваря Позорная Да Рёсочка Ваншот Ван лав Просто Идеально Возможно С такой штукой Мы ещё и карьеру Зачистим Вот тот самый Иди когти смерти Ну вот Теперь точно пауза Не забываем про Наши телеграм Дискорды Вконтакт Ссылочка Под видео В описании Всем удачи До встречи И увидимся Немножечко Папаша Субтитры 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 Субтитры